совершенная нами деятельность также как пища которую мы съели переходит сначала в непроявленное состояние переваренная пища даст о себе знать в форме энергии и крепкого здоровья точно также совершенная карма вначале станет непроявленной а затем заявит о себе съеденная пища хранится в желудке а где же хранится моя карма александр хакимов если вы не совершенствуете свой характер и качество и обучать других людей говорите что так нормально так пойдет все будет такими же лев толстой написал такой рассказ не знаю если он сейчас в изданиях но в старых старых изданиях советские он был включен а позже был исключен я нашел его очень старой библиотеке на дальнем острове рассказ назывался карма как и удивился то есть толстой знал это слово лев николаевич толстой он писал историю рассказ об одном торговцу которого был слуга слуга верный честный человек проверенный служил хозяину веры верой и правдой кроме этого он был очень атлетически сильным большого роста был борцом и развлекал хозяина еще борьбой указывал всякие приемы свое искусство единоборств вот таким был его слуга этот хозяин по ошибке заподозрил свою слугу воровстве он написал как это случилось как этот кошелек случайно оказался там потом там и в конце концов тень упала на этого слугу хозяин приказал избить его палками до полусмерти сбили несчастных а потом пришел человек и сказал вы не вы потеряли кошелек выяснилось что наказал ты он его зря но этот помещик даже не обратил это внимание ошибся ну ничего страшного заживет и ушел и такая обида такая боль ему верой правда слушаю к отцу родном вообще было полное доверие надо же поверил какого-то какому-то проходимцу поверил чуть не убил меня вообще за это и даже прощение не попросил даже не извинился после тяжелый случай сбежал его слуга в леса оказалось что ни один такой обиженный сбежавший там в лесах прячется была целая команда которую он собрал борец сильный стал ховучать боевым искусством чтобы грабить этих зажиточных помещиков на дорогах остановили эти вот лесницы экипажи и так без церемонии просто грубо грабили всех бери по голове там кого нужно и пятый слезах дело шло они стали процветать стали иметь деньги знаете когда человек имеет деньги ему кажется что может все чем больше денег тем больше позволен так он чувствует себя написано написаны деньги могут разворотить человека если человек имеет много денег но не имеет правильного образования характера это не принесет пользы негодяю деньги большие давать не нужно говорится это не принесет пользу ни ему ни другим детям оставлять наследство без духовного наследия опасно прокутят про наркоманят что угодно сделать деньги понимаете все можно даже подкупить можно кого-то можно же закон подкупить вы если вы очень богатый человек можете позволить что угодно фактически дело шло у них появились деньги они стали думать погодите а как там у нас с распределением вообще этих вот средств наш атаман он берет себя гораздо больше чем мы все вместе взяты но это несправедливо не стали встречаться организовали заговор в конце концов в какой-то момент времени напали на него избили до полусмерти как в тот раз когда-то отобрали все его ценности и разбежались разницу лежал этот несчастный избитый обиженный человек на жизнь и думал ну почему в жизни со мной такое происходит уже второй раз за что первый раз не за что и второй раз не за что я их организовал их обучил они же против меня же пошли можем там в том лесу жил отшельник старец какой-то который проходил увидел это вот без памятства почти лежавшего этого бандита атамана и выходил его из сострадания просто просто из страдания он не рассматривал кто это плохой хороший человек просто вот есть боли и страдания он помог ему как это делают духовные люди они не очень говорят вот это плохое не поможем это хороший поможем вот этому дадим этому не дадим у них нет политических взглядов на этот счет они человечны глубоко человечным ко всем живым существам сострадательных кому угодно не только к человеку к любой форме жизни это образование и когда этот несчастный пришел себя он понял что перед ним такой вот великий человек начальник ты можешь мне объяснить разуме из меня почему же не столько прислали в чем смысл того что сына происходит в чем справедливость жизнь очень сказал а что ты ожидал получить от них вот то что ты им дал чему ты их научил они тебе вернули ты учил их драться тебе избили тучи загравить тебя грабили почему ты удивляешься что посеешь то божьешь карма называется обманчивость этого правила таково что когда мы совершаем поступок его видно а вот реакцию на поступок не видно называется проявленное состояние кармы не проявленное состояние кармы вы обидели человека все видели и вы также понимаете что вы это сделали факт а затем он просто молчит и вы молчите и как бы ничего не происходит не развивается это память остается неправильное состояние кармы и рано или поздно это как-то проявится к вам или к вашему родственнику или к вашему другу как угодно